Запись так будет. Спасибо, что вы присоединились. И у нас сегодня третье занятие по практическому ходу Завринда Дейфу в Симахаране. И начнем с освещения. Какое должно быть освещение? Зачем освещение? Хватает ли солнечного освещения? Вот. И сначала, если вы записываете, то можете записывать. Сейчас я буду перечислять критерии того, что Туласе хватает света. Вот если ей хватает света, то будут следующие такие детали. Можно увидеть в росте и в состоянии Туласе. Первое. Это активный рост листьев и манжари до 1 см в день. Представьте, что Туласе очень-очень-очень быстро растет. Практически на глазах. И если у нее очень хорошее освещение, рост прекрасный. Он усиливается. И 0,5-1 см в день – это стандартно. Это нормально. Следующий момент. Это постоянное цветение. То есть Туласе дает постоянно манжари. Без передыху. То есть Туласе не отдыхает. Она не как обычный цветок, который может на 2-3 месяца заснуть. Или не плодоносит. Как-то не давать цветы. Бринда-деви Туласе махарани. Это делает без отдыха. Если создать для нее условия, а самое первое, самое нужное условие – это освещение, то манжари будет постоянно круглый год. Независимо от времени года. Дальше. Третье. Будут полностью вызревать манжари. Манжари. Причем в длину они должны быть 6-15 см. Часть из них – это, может быть, такие, знаете, как трезубцы. Может быть, вы видели, что первое манжари, потом еще по бокам манжари, как трезубцы. И даже пяти зубцы. То есть вот если такие манжарии есть, и если они все вызревают, то есть у них нормальный манжарий рост, и они могут дать цветы, вот, не засохнуть или быстро не перейти в семена, вот, манжари хорошие, длинные, 6-15 см – это очень хороший рост, то тогда, да, это один из признаков, что света тоже, в общем-то, достаточно. Четвертое. Расстояние между листочками на стеблях, на стеблях. Если свет достаточно хороший у тулуси, то это расстояние всего лишь не более 1 см. Или хотя бы 1,5 см – это максимум. То есть она густо, у нее листва, пара листочков близко друг к другу становятся. Но если от одной пары листочков до другой пары листочков больше, чем 1,5 см – это максимально, или даже больше, чем 1 см, она вытягивается, стебель вытягивается между ними. Пустота, как бы оголенный такой стебель, хотя и листочки вроде есть, но они друг от друга посажены высоко, ну, как бы на расстоянии, то это вот света не хватает. Если же густая листва, расстояние маленькое между ними, между парой листочков, то достаточно света. Следующий момент – это листопад, желтый листопад. Пятый. Мы разбираем критерий того, что тулуси хватает цвета. Это отсутствие желтого листопада. Это насыщенный зеленый цвет листьев. Вот, если листья зеленые, они насыщенные, прям изумрудные, и если нет такого многочисленного желтых листьев, которые падают и падают, вот тогда да, тогда тоже света достаточно. Дальше. Если освещение, может быть, и оно присутствует, но его, может быть, не совсем достаточно. Вроде как будто свет есть, лампы даже есть, но все-таки света может быть недостаточно. И какие здесь могут быть еще критерии того, что можно это увидеть? Это все-таки редкие листья и голые стебли, очень вытянутый ствол. Как бы она высокая, не крона, не пышная, а она высокая, постоянно тянется кверху. И вроде как бы она стоит на подоконнике, или даже, может быть, какой-то дополнительный свет небольшой есть. Казалось бы, вроде все равно и дневной, и солнце, и вроде какая-то лампочка висит. Но если все-таки листья не густые, стебли вытянутые, и сама она растет все время кверху, то недостаточное освещение все-таки. Дальше. Что нужно делать? Нужно делать обязательно, обязательно дополнительное освещение. На самом деле, когда я слушала эти лекции ВКонтакте в группе, очень усердно и призывно говорили о том, что не хватает тулоси света. И даже у нас в Краснодарском крае казалось бы, столько много солнца. Но, вы знаете, солнце, оно может высоко стоять, а может быть, так сказать, ближе к горизонту. И свет лучей от солнца, он может быть под разным углом. Мало того, что, даже сама я лично заметила, в Краснодарском крае практически уже ближе к шести, даже летом, уже в девять часов, уже даже, так сказать, сумерки, зимой в шесть, в шестом часу. То есть дневной день, он хоть и может солнечный, но он не такой длинный. А тулоси, свет тулоси нужен как минимум по 14 часов в день. И прямые солнечные лучи, она тоже не совсем хорошо переносит. Если даже ее поставить на подоконник, где жарит солнце, то ее можно обжечь таким образом. Особенно если это стеклопакеты, еще непонятно, как сделаны эти стекла. Порой бывали такие случаи, что через стекла тулоси одно обжигалось. Под прямыми лучами солнца. И вообще это не значит, что тулоси должна прямо находиться под прямыми лучами солнца. Должно быть много света, но это не значит, что прям солнце жарит ее. И от освещения очень много зависит. Ее рост, ее зелень, ее просто хорошее самочувствие и ее иммунитет. То есть освещение важно, и это один из первых пунктов, что можно для тулоси улучшить. Если вообще что-то улучшить для тулоси, то купите лампу. Не пожалейте денег. И вот здесь вот они рассказывают о том, что какие они бывают, эти лампы. А самая лучшая лампа, это, конечно же, это натриевые лампы, вот, дрис, они перечисляют, это профессиональные лампы, для теплиц, где выращивают различные овощи или еще что-то. Это очень хорошие лампы, они специально, причем им уже многие десятки лет, ими пользуются. Они приносят хорошие результаты везде. Эти лампы бывают от 100 ватт и больше, и 400, и 500, и больше ватт. Для тулоси чем больше ватт, тем лучше. Минимальная это 100 ватт, но вообще предлагается, что, например, натриевые лампы, специальные фитолампы, то их можно 250 ватт, сейчас, секундочку, где-то у меня написано даже. 250 ватт, то есть 250-400 ватт, можно смело покупать такие лампы, и они прекрасно дадут возможность тулоси просто шикарно расти. Я видела сама лично несколько таких примеров, когда тулоси в таком, прошу прощения, печальном таком состоянии, когда голые ветки, но роста совсем нет, она вся сухая стоит. И покупают лампу Дрис или натриевые лампы, устанавливают, и она за 2-3 месяца превращается в шикарную крону. У нее появляется шикарная крону. Есть некоторый минус, конечно, эта лампа, там у нее есть плюс, то, что она очень хорошо влияет на растения. Минус в том, что если комната небольшая, если вы живете в студии или даже однокомнатной квартире, или просто тулоси стоит там, где у вас постоянное движение какое-то в квартире происходит, то есть дети, вы находитесь постоянно, если вы домохозяйка, то под этими лампами все время нельзя находиться. То есть это очень хорошо, вот эти натриевые лампы, лампы Дрис, когда есть какое-то отдельное место или тулоси стоит за ширмой, или какая-то комната у нее отдельная, то это великолепно. Но если все-таки вы все время находитесь в квартире, рядом, то это не совсем можно делать, находиться. И тогда можно вместо этой лампы использовать светодиодные лампы. Они сейчас очень популярны, у них тоже есть разная мощность. Главное, это должно быть не меньше 100 Вт, и у них должно быть 9500 люмен. Люмен – это как бы излучение света. Оно определяется в люменах. Люмен – 9500. Это хорошая сумма, в смысле хорошая цифра. А светодиодные, их можно… А это белый свет. И практически я вот, например, купила, мне посоветовали в этой группе, потому что Дрис или лампу с интернатриевой я не могла прообрести. У нас квартира очень маленькая, и рядом находиться с этой лампой мне не хотелось. И посоветовали просто купить светодиодный хороший прожектор. Он так и называется – прожектор уличный, как ни странно. Он очень хорошо защищен. Его можно купить в магазинах, где продаются химики различные, а также заказать на Азон. Вайберес я заказывала. У меня есть ссылка, причем мне дали эту ссылку в этой группе. И, в общем-то, я довольна, потому что свет белый, лампа не гудит, не греет, ну, немножко нагревается чуть-чуть, но никак натриевой лампы. Самое главное – я увидела результат на Тулосе. Практически очень, очень. За два месяца, за три, но у меня еще были на Тулосе клещи, мне пришлось борьбу с клещами вести. Но как только клещи закончились, видно, что она прям, у нее прям на сухих ветках начали появляться новые зеленые листья. Вот, то есть сразу вы 108% увидите результат, если появится дополнительное освещение. И теперь есть еще лампы, фитолампы, они тоже светодиодные, типа, бывают они светодиодные, в виде лампочки такие сделанные, это фиолетовые, сиреневые. Они, я думала, сначала я для Тулоси купила именно такую лампу, причем я выбрала, чтобы было аж пять цветов, потому что каждый цвет отвечает за определенный там, когда растение маленькое, потом, когда нужно ей там давать цветы, ну и так далее. И я выбрала такую самую популярную, не помню, по-моему, на зону я заказывала, причем она стоила, даже дороже, чем эта светодиодная лампа, но она оказалась, как я отправила им в группу, чтобы они проверили и оценили, и они сказали, что она очень слабая. И я теперь ее использую как дополнительную, то есть все вот эти вот синенькие лампочки, которые есть, сиреневые, мало того, что она, но у нас не настолько она сиреневая, потому что там пять цветов, но тоже влияет на человеческий глаз, то есть рядом, если постоянно включена такая лампа, синяя, сиреневая, то на глаз человеческий он как бы не может долго переносить такой свет, это нужно знать. Вот, к тому же, она не совсем решает проблему с освещением для толоса, ее можно использовать только как дополнительный свет. и вообще можно исключить все лампочки, даже если не фитолампочки, которые 5, 9, 20 ватт, 50 ватт, 75 ватт, это все вообще для толоса очень-очень мало, то есть если начинать покупать освещение для нее, то это должно быть минимум 100 ватт. О, по лампочке еще хотелось сказать. А, есть специальные такие измерители, почвы и, ну, такие, такие как бы принадлежности специальные садовые или для вот цветочных культур в домашних условиях, там он такой как бы циферблат, да, ну, там как бы сама вот это из головы вылетело, то, что оценивает влажность почвы, две такие, две такие штырики торчат длинные, одна для влажности, измеритель влажности почвы, а второй как раз измеритель излучения света. И там есть циферблат, да, штрих, вот этот вот, как стрелочка, которая двигается и определяет ну, или влажность почвы, или количество излучаемого света. и вот интересно мы проводили такой момент, там нужно переключить, да, лайт, если он там механическое переключение, бывают электронные еще такие, то нужно переключить на свет, чтобы определить, насколько мощная лампа. У нее, обычно у измерителей таких, штрих доходит до 2000, дальше нету уже циферблат. Так вот, мы разно измеряли, бывает 500, иногда там излучение 1000, мы даже на солнце, на солнце, когда то вот стояло, измеряли, это было где-то около 2000. Но, когда мы измеряем лампы светодиодные, например, прожекторы, вот эти уличные, которые от 100 ват, или лампы натриевые, то этот измеритель зашкаливает, то есть он не может измерить действительно сколько там вот излучений. Вот такую вот, вот это тогда хорошо, когда зашкаливает такой измеритель, значит, это прекрасно. Света тулусим много надо, и причем его не будет мало. Лампа может быть одна мощная сверху, сверху освещать тулусим, а может можно сделать несколько освещений боковые и сверху. Значит, лампа устанавливается от 20, 40 и 60 сантиметров от кроны тулуси. Там, ну, там в зависимости от лампы, от структуры лампы, там нужно где-то там провод нужно купить, где-то что-то как-то придумать, подвешить, вот, особенно если это касается натриевых ламп, но это, результат вас очень удивит, вы будете вдохновлены просто, насколько тулуси будет комфортно себя чувствовать, если появится дополнительное освещение. Только я еще раз хочу подчеркнуть такой момент, не 5 ватт, не 20 ватт, не 30 ватт, причем не синенькие лампы, которые продают где-то в магазинах, как там написано, фитолампа, этого мало, на тулуси. То есть, это вот, если нет возможности купить натриевые лампы, они где-то в среднем 5-6 тысяч стоят, такая лампа, со всеми патроном, там все вот эти, все детали, которые, это очень большая лампа, приблизительно она сантиметров на 20-25 и даже более, то есть, она очень огромная такая. А если нет такой возможности, то есть, нет какой-то отдельного помещения для тулуси, то уличный прожектор, как минимум на 100 ватт и на 9500 люмен подойдет. Он где-то стоит в среднем 1300 рублей, где-то так, 1200, 1300, 1500, вот, ну не меньше тысяч. Это, я думаю, доступная цена для того, чтобы выделить для тулуси средства, чтобы она чувствовала себя комфортно. Свет ей очень-очень нужен, ей не хватает света. Даже если вы поставите на южный подоконник, можно будет казаться, что, ну, как бы, вот дневной свет, вот солнца. Нет, этого будет недостаточно все равно. А по поводу освещения, я сказала коротко, но, в принципе, все сказала. Следующий момент очень важный, который мы обязательно сегодня тоже затронем, без освещения невозможен правильный полив. И наоборот, без правильного полива невозможно как бы хорошее освещение. Они взаимосвязаны. Почему? Если у вас есть хорошее освещение, и вы, точнее, полив с подкормкой, и если вы не подкармливаете тулуси, то у нее, она готова расти, но ей нечем питаться. И наоборот, если вы подкармливаете все время тулуси, но при этом у нее недостаточно освещения, она просто не может переварить те элементы, которыми вы ее кормите. И у нее появляется от этого только болезнь. Я не знаю, какие точно, но это микроэлементы остаются в земле, она не может их сосать в себя, потому что у нее недостаточно света, у нее нет достаточно такого иммунитета. А мы ее кормим, кормим, и все это остается в земле. Поэтому эти две очень важные вещи, это как освещение, хорошее освещение и правильная подкормка. Подкармливать ее нужно регулярно. При хорошем освещении подкормка идет постоянная. Самое хорошее средство и для опрыскивания, и для подкормки обогащения почвы, это фирма, как я уже в прошлый раз говорила, Greenwood ACB, немецкого производителя, и подкормка для роз, которая 6, 7, 6, 7 или 7, 7, 7. Вот она идеальная, она жидкая, и 5, там на литр идет 5 миллилитров и опрыскивание 2,5 миллилитра, то есть в 2 раза меньше на опрыскивание на 1 литр воды. Еще раз хочу подчеркнуть, и в прошлый раз я говорила, по-моему, о поливе, что вода должна быть 35-40 градусов, не меньше 35 и не больше 40, то есть это действительно горячая вода, это достаточно теплая вода, так же, как и опрыскивать ее нужно в таком же температурном режиме. Дело в том, что если перейти к опрыскиванию, то Туосе, особенно в жаркую погоду, ее нельзя опрыскивать, прямо на нее, думая о том, что ей легче станет. Лучше опрыскивать воздух вокруг нее, чем впрыскать в жару вот такой духоту, как бы мы хотим легче ей сделать, но на самом деле мы наоборот и делаем стресс, и поэтому если хотим что-то облегчить Туосе, то нужно попрыскивать вокруг нее. но опрыскивать, если все-таки мы опрыскиваем по схеме по определенной группе, там если в ВК группу зайдете по Туосе, то вы увидите схему опрыскивания и схему полива, как правильно поливать, какими препаратами и какими препаратами ее опрыскивать для протилактики, не для лечения, а для протилактики, для того, чтобы у нее вырабатывался хороший иммунитет, чтобы она не болела часто инфекционными и бактериальными инфекциями, и в том числе, чтобы на нее не цеплялись различные клещи. Чуть позже мы будем говорить как раз о борьбе с клещами и грибами, ну в общем всеми вот этими неприятностями, которые происходят с Туосем, и там я буду называть препараты, которые необходимы всегда иметь, как человек дома имеет аптечку дома человеческую, вот такую аптечку нужно иметь для Туоси, коробку, где собраны все определенные препараты, которые всегда будут нам нужны по уходу за Туоси. Частный вопрос такой еще спрашивают, о подкормке, я рассказывала про подкормку GreenWord, и бывает вопрос, что о биогумус, биогумус, да, вот мы все знаем, что он достаточно натуральный, факт, натуральный, и можно ли его использовать, проблема в том, что его сложно дозировать, и производители, когда делают биогумус, тулоси, разная концентрация каждый раз у них получается, даже у одного и того же производителя будет разная концентрация, и если неправильно взять эту дозировку, там разводится с водой, поливается, то можно обжечь просто корни, и вот в этом всегда большая проблема, но и на самом деле там не совсем много тех компонентов, которые требуются для хорошего питания тулоси. Еще такой момент, что после пересадки тулоси, и если даже хорошую посадили в землю, даже она у вас хорошая, качественная земля была, через месяц в земле уже ничего не остается, она тулоси уже все забирает оттуда, и приходится через месяц уже начинать регулярно подкармливать ее. Не только на самом деле 767 или там 777 в Greenwork, там есть еще нужно некоторыми препаратами против бактериальной инфекции ее регулярно прям полив эти добавки добавлять и также использовать, также используется коллоидное серебро, фирмы Дачник очень хорошие, я это все покупала, эту аптечку собирала, также используются гомеопатические препараты для растений, прекрасные тоже, два вида, экоберин и здоровый сад, прям их я выписывала по-моему на зон или на вайберис, здравые такие действительно препараты, маленькие горошки, там раз в месяц всего лишь поливаешь и опрыскиваешь, но они прям дают хороший результат на тулахе, вот следующий момент, во время всего, когда вы будете поливать или опрыскивать тулахе, нельзя использовать металлическую посуду, металлические ложки, либо это стекло, либо это хороший пластик, но металл нет, я уже сказала, что опрыскивать так же, как и полив, это температура 35 до 40 градусов и нужно иметь градусник, не поленитесь купить градусник, не надо пальцы вмерять на ощупь, и вообще как бы лучше не использовать методы своего, так сказать, чувствительного подхода к делу, как пальцами потрогать то или это, существует целый ряд различных в помощь нам препаратов, которыми можно нормально пользоваться и знать точно, сколько температура, или нужно ли поливать толось, или нет, измеритель почвы, потому что когда мы будем с вами проходить сосудистые увядания у толоси, вот как раз вот этот недолив и вот эти овялые листочки способствуют как раз вот этой болезни, мы будем чуть позже так вот нужно пользоваться теми вещами, которые требуются и градусник он требуется для этого, я не знаю, фикс прайс, он там 70-90 рублей стоит, детский градусник, который меряет детскую ванну, прежде чем туда ребенка положить на рублей, на рублей 200, наверное, 180 стоит где-то, купили его, навсегда он у вас остался, померили, прежде чем прыскать в толосе, подогрели воду, измерили градусникам, или там полив у вас сейчас, и вы точно видите, что на температуре 35-37-38, даже 39, пока вы будете все это туда-сюда переливать, она немножко еще остынет, вот, зато он будет у вас навсегда, также в аптечке лежать. Дальше, поливать толосе нужно тоже правильно, почва не должна быть пересушенной, не нужно давать такого момента, чтобы прям пересушенная была почва, поливать нужно, в прошлый раз тоже я говорила, нужно от ствола толосе, от основания ствола медленными маленькими порциями, например, у вас полив уходит один литр, или даже два литра, вы берете, переливаете какую-то маленькую леечку, или даже в стаканчике, буквально по стаканам с разных сторон горшка около ствола начинаете поливать, ждать, пока аккуратненько все это пропитывается, как только первый полив у вас стаканчики впитались, первый стаканчик, второй стаканчик, минут через 5-7 вы начинаете вторую порцию наливать, еще 5 минут прошло, вы начинаете третью поливать, это очень важно для того, чтобы медленно земля равномерно пропитывалась до самого конца горшка, если это делать залпом, то это неправильно, и если поливать по чуть-чуть, то это тоже неправильно, то есть каждый день, но по чуть-чуть, сверху смачивается все время земля, до конца горшка она не доходит, а нам нужно в тулусе очень нежная, чувствительная корневая система, и нужно, чтобы каждый корешок впитывал воду, влагу, поэтому вот это по чуть-чуть, это значит только потом мошки разведутся на этой почве, а дальше внизу само корень так и не будет получать воду, и если залпом налить, если просто берете, и прям целый литр сразу выливаете, и она прямо у вас поднимается выше на уровне края горшка, то она пройдет по всем карманам, там рядом с пенками горшка, и не захватит, не обхватит весь корень, и какие-то части земли, комом земли останутся сухими, а это травма для тулуси иметь, как сказать, часть получила корня воды, а часть нет, поэтому здесь нужно медленный пролив земли, потихонечку, не торопиться, уйдет, может быть, 15 минут на одну тулуси, но потихонечку нужно пролить до конца, пока у вас в конце, когда у вас поддоне, уже не появится вода, но это не залпом у вас было, а потихоньку, вот, и поддон должен быть гораздо шире, ну, как бы, скажем, большой, не, знаете, бывают горшки, и поддон прям строго по дну горшка, здесь нужно обязательно иметь для этого горшка, в котором находится поддон большой, потому что медленно проливая потихонечку воду, в итоге она должна вылиться совсем вниз, и какая-то часть воды соберется там, через полчаса где-то она опять ее впитает обратно, вот, тогда это будет, на самом деле правильный полив. Какую использовать воду лучше всего? Родниковая самая лучшая, сказали, вот, если действительно родниковая, причем колодезная вода, она тоже как бы неплохая, но чаще всего она бывает жесткая, но родниковая замечательная, потом бутылированная вода, тоже неплохо, водопроводная плохо, водопроводная нельзя вообще из-под крана использовать, даже если вы ее подогреете, она засаливает почву, вот, нужно ее фильтровать. Интересно, что сказали, фильтры кувшинные не совсем подходящие, потому что это недорогие фильтры, и они используют какие-то химические там добавки, для того, чтобы быстрая очистка произошла, поэтому нужно хороший фильтр, солидный какой-то, и тогда можно уже, ну, как вам сказать, еще иногда бывают фильтры, в которые вставлены какие-то специальные добавки минеральные, и когда человек, ну, для специальной, чтобы вроде как, чтобы вода совсем пустая не была, то когда вода водопроводная проходит через этот фильтр, то она обогащается какими-то минералами там, то вот такой тоже не очень совсем хорошо, потому что мы и так тулусе будем кормить ее минералами в кавычках, какие ей нужны, а что они там в эти фильтра положили, мы не знаем, поэтому это должна быть простая вода, но не водопроводная, и родниковая такая, которая родничок наверх бьет, да, вот она самая хорошая, но где родничок брать непонятно, вот, талая вода тоже неплохая, кто умеет талую воду делать, да, пожалуйста, просто много всего нужно, воды много, тулусе много пьет на самом деле, если она уже большенькая, то пьет немало она. Засоленые почвы, это как раз когда образовывается на поверхности почвы такой белый налет, горкой как бы, это говорит о том, что вода плохая, который мы можем пользоваться, нужно сменить воду. Пересадка тулуси про почву, верхний слой, кстати, если засолился, так вот это белое появилось налет, то, значит, нужно убрать эту почву и положить новую, и вообще нужно менять где-то раз в два месяца верхний слой почвы регулярно, этот убирать, новый засыпать. И пересадка тулуси должна быть приблизительно раз в год, причем горшок должен быть где-то на 5 сантиметров больше, чем предыдущий горшок. Если тулуси развивается хорошо, если она действительно имеет хорошее освещение и хорошую подкормку, то пересадка требуется через год на 5 сантиметров горшок должен быть больше. Просто она растет. Если же она не растет, значит, ей чего-то не хватает. Либо ее вредители грязуют. Дальше. Важный момент при пересадке тоже, когда это происходит, то ствол на том месте, где соединяется с землей тулуси, во время пересадки ее надо, чтобы она осталась на том же уровне. я думаю, что это наверное все знают, и не засыпать новой землей. То есть как уже тулуси выросла с первых горшков, так этот уровень должен оставаться, ее садить и таким образом, чтобы земля сбоку была и снизу, а верхний уровень так и останется у вас. Дальше. Тут у меня опять записанный момент, потому что видимо это так важно было, и они проговаривали это несколько раз, что от температуры воды полива 35-40 не меньше корни тулуси не усваивают холодную воду. То есть видимо они все снизили какую-то часть, но они ее не не усваивают холодной водой, то есть очень комфортно от этого. Она испытывает стресс, листья желтеют, могут прийти даже грибки, если воду не подогревать и постоянно поливать холодной или комнатной температуры. Комнатная температура это тоже достаточно 23-25 градусов по тулусу на 35 как минимум. Следующий момент еще предлагает такой хороший вариант, как если хотите настолько комфортно чтобы тулуси было, чтобы она все получала лучшее, то воду можно перелить несколько раз перед поливом из стакана в стакан, то есть насытить ее воздухом. И говорят, что тоже результат очень хороший, но вы заметите, что когда вы будете переливать стакан в стакан, она охладится немножко, но она насыпется кислородом и это тоже будет очень полезно для ну просто полезно для нее будет. Следующий момент. Есть, существует такое мнение, что лучше тулуси не долить, чем перелить. Это как бы на самом деле я тоже вот долго так думала, потому что как мы за тулуси обычно ухаживаем, один к другому что-то говорить. Вот я уже много лет ухажив и затулусь, у меня уже какой-то опыт есть, я передаю его еще кому-то свой собственный опыт. Еще где-то там что случилось, вот у нас что-то случилось, ну сделайте вот так. Еще знаете, бывает перелив, как они рассказывают, бывает земля перельют, начинают мошки появляться, еще что-то и советуют подсушить феном или поставить ближе или какому-то обогревателю, чтобы подсушить быстрее, чтобы эти мошки исчезли, чтобы земля подсохла, то есть бывают такие странные советы или поступки, ну просто в народе появляются. И есть такой тоже почему-то миф о том, что лучше не долить тулоси, чем перелить. И вот это действительно миф, потому что тулоси должна получать воду, и если мы его не доливать, и я тоже сталкивалась с этим, и есть опыт других преданных, когда недоливали тулоси, и она после чем это плохо, приходит заболевание сосудистого введания, то есть регулярное недополучание воды, оно несет впоследствии вот эту болезнь, которая, к сожалению, не излечивается тулоси, самая такая грустная болезнь, и она вот как раз один из вариантов, и один из таких более таких конкретных, с чего она может начаться, это могут быть и семена, конечно, от такой тулоси, но чаще всего именно с этого потихоньку начинается, что ее все время не доливают, боятся, что она там у нее листья подсох, подсыхать, кончики будут, что там еще кто-то заведется, и вот таким образом доводят такое состояние. Еще такой момент, иногда говорят преданные, мне не нужен никакой измеритель, там еще что-то, я вот листочек потрогаю, вот он становится как-то мягенький, я знаю, что его пора поливать. Вот они с этим тоже резко как бы не то, что борются, но высказываются, что это очень неправильно, если это делать постоянно таким образом, измерять ну как бы своей рукой влажность почвы у тулуси, трогая ее таким образом листья и делая свои такие вот выводы, то это значит, это уже плохо, что листья уже стали в какой-то степени мягкие, значит, она уже испытывает стресс, то есть тулуси уже испытывает стресс. И если это раз произойдет, два произойдет, вы потрогали, вот она, вот уже тоненькие листочки мягенькие, значит, поливать потом через месяц опять вы так сделали, еще, еще, и в итоге у нее потом развивается сосудистое вот это вот увядание, то есть корни все время получают стресс, она получая, она стрессует и в итоге заболевает. Поэтому советуют не доводить такого состояния, это руки наши, это не измеритель вовсе, воспользоваться нормальными средствами или как-то еще приспособиться и видеть там, ну, как-то чувствовать, но вот так вот чувствовать, это может только тогда, когда уже измерителем несколько раз ты померяешь какое-то время, полгода может быть, тогда ты уже поймешь, ага, моя тулуси, например, приблизительно пьет там раз в пять дней, если стандартно держится какая-то определенная температура, если на улице опять жарко стало вдруг, вот, то, естественно, испарение происходит и так далее, значит, и пораньше нужно полить, то есть разом включать. Тулуси также нельзя поливать по расписанию, то есть типа вот мы полили, особенно это в храмах бывает, мы поливаем там в понедельник и в пятницу, и все, и жестко все следуем этому правилу, то есть это неправильно, расписание нет-то какового, потому что все зависит, как тулуси себя чувствуют, как она пьет, как испаряется, влага в почве и так далее, то есть здесь нет такого, что понедельник, значит, сегодня поливать надо обязательно. поливать лучше и правильно, тоже момент интересный, поливать лучше утром, так как тулуси ночью не впитывает, не впитывает все корнями, то есть она отдыхает ночью и корнями тоже отдыхает, и если на ночь полить тулуси, то она минимум впитает, земля останется влажной, всю ночь будет стоять влажная, и поэтому нужно для себя уже понять, что утром это делать правильно, но если вдруг вы уехали куда-то или там что-то где-то засмотрелись и потом раз вы возвращаетесь и раз вы замечали вечером заметили, что тулуси сухая, но это не значит, что нужно обязательно утра ждать, чтобы утром обязательно полить, значит нужно по факту ее поливать даже и вечером, потому что это будет важнее все-таки, но тем не менее поливается и впитывается хорошо влагу тулуси именно с утра. Что касается перелива, я начала говорить о том, что недолив, недолив это плохо, можно сказать, что хуже, чем перелив, но они рассказывают такой момент консультанты и преданные которые в этой группе, что перелив бывает только в том случае, если часто поливать тулуси, вот перелив, если вы вовремя, в определенное время поливаете и она даже у вас эта вода ушла до самого ушла в поддон, какую-то часть даже тулуси обратно в себя взяла, вот бывает, что прям всю эту влагу забирает прям с поддона в себя тулуси в землю, в землю входит опять и здесь как бы перелива не может выйти, вам нужно, чтобы весь земляной ком был влажным от самого именно поверхности земляного кома и до самой глубины, проблема в том, что перелив может быть, что мы слишком часто начинаем поливать постоянно, нам кажется, ой, вроде нужно опять, наверное, поливать и опять начинаем поливать, вот здесь нужно выдержать правильное количество дней для того, чтобы наш полив действительно уже подсох, и тогда поливать дно. И вот здесь вот на помощь приходит измеритель почвы влажности, его мерить нужно полтора сантиметра, один-полтора сантиметра от края горшка, там нет основных корникулуси, но там может быть какие-то мелкие есть, но это не сильно будет повреждено, что-то для нее, это хуже будет, если у нас будет перелив или недолив, лучше измерить и посмотреть, что он показывает. Обычно он говорит правду, вот, иногда может врать измерители этот, но посоветовали такой момент, что вот этот кончик, там штырь, ну, такой штырь, и вот этот кончик можно такой мелкой наждачкой немножечко зачистить, иногда он просто там как-то засаливается, что этот кончик, потому что все время мы измеряем, вот, его немножко нужно зачистить, вот, и проверить порой можно его, что, например, вы полили почву, значит, там измеритель должен показывать восьмерку или девятку, а если сухую почву мы совсем проверили, даже вот так на два сантиметра засунули, да, то он у вас должен, естественно, там красный такой режим есть, там два-три должен показать или даже вообще ниже, тогда он действительно говорит вам правду, измеритель почву нужно опускать только на одну-две минуты, он не живет в этой почве, его туда нужно все время вытаскивать, вот, и опускаете вы его туда полностью практически на все дно, ну, не до самого дна, потому что там как бы у вас должно лежать камушки всякие, керамзитные, и измеряете одну минуту, две этого будет достаточно, опять вытаскиваете его, без конца тыкать не нужно, то есть, если вы пользуете измерительной почвой, то это не значит, что нужно утром и вечером проверять, полили вы туласи, ну, измеряете вы дня через три, например, или там четыре, для того, чтобы убедиться, вы увидели, какую цифру он вам показывает, и, значит, вы сообразили, что можно еще один день точно не поливать, то есть, это не значит, что без конца нужно туда этим штырем тыкать в горшок, вот тут у меня даже написано, что иногда бывают такие советы, что если перелив там, и нужно срочно подсушить туласи, иначе там может грибов пойти, они начинают феном даже сушить, но это как бы недопустимо, нельзя перегревать корневую систему туласи, сейчас я дальше читаю, существуют такие, даже вот здесь у меня написано, что в течение полчаса, а бывает даже и больше, поливать постепенно почву, чтобы она была постепенно пролита до самого дна, вот этот момент очень интересный, и этот метод у нас называется метод полного пролива, сверху вниз, медленно, дальше, и теперь я здесь вам все рассказала, восьмерка-девятка, да, и вот здесь вот еще написано, если вы пересадили туласи, и пересадка была менее, чем полгода назад, то измеритель, у вас должен, стрелка должна быть показывать 3-4, вот тогда нужно поливать, если более полгода назад была пересадка туласи, то полив должен быть, когда стрелка показывает 5-6, это вот приблизительно вот так должно быть, вот, опрыскиваемое, у нас есть еще немножко времени, и можно затронуть тема опрыскивания, время суток опрыскивать туласи утром и вечером, но я бы сказала, что лучше вечером, потому что опрыскиваемое в основном идет тоже с определенными препаратами, то есть это не просто вот водой опрыскивать, там все время чем-то опрыскиваешь всегда, даже для профилактики, не то, что ты ее лечишь чем-то там от клещей или от бактерий, даже так ты используешь всегда какую-то серебряную воду, или Айжи-Би-101, или 7-6-7, Гринборд, вот, или Акаберин, или Здоровый сад, ты все время что-то чередуешь, Рапсалам, очень хорошее средство, натуральное полностью масло, прекрасно борется со многими видами заболеваний, и это не просто прыскать, значит, прыскать водой, то есть это все время прыскание с какими-то средствами, причем прыскать через каждые два дня, так вот, почему это вечером лучше делать, потому что нужно, чтобы уже лампу можно было выключить, свет такого яркого, что-то не должно быть, потому что при этом разрушается препарат, который мы используем для профилактики или для лечения Тулуси, поэтому вечером мы просто попрыскали, и вечером она уже ночью спит, отдыхает, и в это время вот препарат, он действует, когда мы попрыскали Тулуси, если же это произошло утром, но не в обед, и не в жару, на нее прыскать не нужно, а если это утром, то это должно быть непрямые солнечные лучи, это просто вот и под лампу ее все равно какое-то время ставить все-таки не нужно, поэтому я удобнее всего это делать, конечно, вечером, но не днем. Дальше, еще раз у меня тут написано о том, что в жару хочется, чтобы Тулуси было легче, например, и обычно что, раз-раз попрыскал, но нет, прыскать на Тулуси, прямо на Тулуси нельзя, у нее начинается то ли переохлаждение, что-то там происходит, и она листопадить будет от этого, если нужно либо увлажнитель воздуха включить в таких случаях, либо попрыскать вокруг, прям просто воздух попрыскать. Если мы опрыскиваем Тулуси, то мы должны ее опрыскивать удалить от сквозняков и вне холодной комнаты, то есть комната должна быть теплой. В холодрыгу, если там холодрыга, если холодно, и вы опрыскиваете Тулуси, у нее тоже будет стресс, и опять листопадить будет, ну или грибки появятся. В лучшем случае просто пожелтеют листья и опадут, ну части, конечно. Поэтому комната должна быть теплой, там, где вы прыскаете, и никаких сквозняков, никакого такого резкого проветривания в это время не должно быть, пока у нее все на ней это не высохнет. Очень важно иметь хороший распылитель, когда прыскают Тулуси, я вам прям очень рекомендую и советую, я сама, но много всяких у меня прыскалок этих было, недорогие, потому что как-то думаешь, ну а зачем это дорогое, чтобы покупать, но когда вот я прослушала эти лекции и посоветовали использовать Гардена итальянские производители тоже различных предметов садоводства, потом Глория и Соло 401 с длинным носиком. Длинный носик тоже очень интересно, когда пышная крона, очень пышная крона у Тулуси, то очень трудно даже пропрыскать ее внутри, и вот здесь вот пригодится этот длинный носик, чтобы засунуть туда в эту крону и там внутри попрыскать, но если нет такой большой Тулуси, но она может быть при хороших условиях, то хороший распылитель, поверьте, оказалась разница потрясающая, у них очень есть автоматические, но они очень дорого стоят, но в пределах Гардена это где-то 800 рублей этот распылитель стоит, но представьте, что вы покупаете почти на всю жизнь для Тулуси, чтобы служить таким образом, во-первых, у нее, у них, у этих дорогих распылителей, у них помповая еще, ну как бы у них такая, технически они очень хорошо сделаны, во-первых, когда так вот делаешь это движение, за один раз очень много мощности такая хорошей воды, расширенный диапазон выхода воды и мощность она так раз-то так широко дышит, вот, и самое главное, она мелкая, мелкодисперсное распыление, она настолько мелкая, как туман, это очень удобно, и когда делаешь это движение, а приходится делать минут пять или больше, чтобы опрыскать большую тулоси, то рука, она может даже болеть, и вот в таких недорогих распылителях, они там замучаешься, как диспансер в руке, а здесь нет, один раз нажал и выход воды очень много, и при этом туманом ложится, я была удивлена разницей и нисколько не пожалела, что купила дорогой распылитель для тулоси, поэтому где-то как-то можно на чем-то сэкономить, купить и им пользоваться долгое время, очень важен на самом деле хороший распылитель, потому что тулоси опрыскивать нужно каждые два дня, это часто, но зато тогда она не будет практически болеть, у нее появится хороший иммунитет, и если у нее будет хороший иммунитет, то она будет способна сама, ну как бы, это как вот у нас сейчас вирус, да, и вот если иммунитет хорошего человека, если он такой закаленный, там у него витаминов хватает, все хорошо, то он практически и не заболеет этим вирусом, либо он заболеет и хорошо быстро переживет его, также у тулоси есть свой иммунитет, вот, и чем он лучше будет, тем она будет намного меньше болеть, но этот должен создать, это все слуга, который служит ей, это все должен создать. Дальше, есть такой вопрос, можно ли поливать и опрыскивать тулоси в два дыша, да, можно, в два дыша не собираются листочки, в манджаре, но поливать, опрыскивать можно, дальше, можно ли служить тулоси, если у манджи критические дни, если есть возможность передать это служение кому-то, то лучше передать, если передать некому, то нужно продолжать служить. Можно ли поливать тулоси черенамритые от божеств, очень интересный тоже вопрос, бывает, что в храме очень много черенамрит остается, но не такой вот, что из пятижидкостей, да, а обычная вода, там, тилока, ну, я имею в виду сандаловая паста, попечандана, там, да, вот такая вот простая водичка, которую обычно каждый раз используют для омовения Господа, и если она остается, то можно даже покармливать ей тулоси, такой вопрос был, я его записала. Так, наверное, на сегодня все, вот, и завтра это будет сбор листьев, манжай, это будет не завтра, потому что завтра последний день картики, это будет в субботу следующее наше занятие, в это же время, с этой ссылкой в Zoom, приходите, пожалуйста, и мне уже, наверное, здесь совсем немножко останется, хотя не совсем немножко, тут у нас есть инфекции, тут у нас есть еще лечение, вот, один-два семинара, один-два занятия еще точно будут, может быть, у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, если у вас, вы будете смотреть это видео, то можете мне написать в WhatsApp, если я что-то знаю и смогу и отвечу, если нет, я вас просто перенаправлю и лучше получать консультацию в группе ВКонтакте по Туласе, там очень хорошо объяснят вам, но где-то если что, то я могу тоже где-то что-то сказать, если нужно. Если сейчас какие-то вопросы, пока все хорошо, вопросов нет, значит, все понятно, наверное. Тогда спасибо вам большое за ваше внимание, за ваше присутствие, до встречи теперь уже в субботу тогда, Харикришна, все время дейдутся махарани кейджай, все прупады кейджай. Мои поклоны, Махарикришна.